Здравствуйте! В эфире телеканал ЖЭТСУ новости. В студии Яхундуздор Мухаммедова и судопереводчика Эгуль Стамбекова. Сегодня премьер-министр Казахстана Улжас Бектенов прибыл с рабочим визитом в область ЖЭТСУ. В ходе визита глава кабинета министров ознакомился с ходом реализации ключевых государственных программ по социально-экономическому развитию региона. В Алакольском районе он посетил ряд объектов, включая Международный транспортно-логистический центр Нуржолок Кастом Сервис, многофункциональный грузоперевалочный терминал Достах Транстермина и контрольно-пропускной пункт Алаколь. На месте события присутствовала и наша съемочная группа. Премьер-министр Казахстана Улжас Бектенов в рамках своей рабочей поездки в область ЖЭТСУ ознакомился с социально-экономическим положением региона и дал ряд поручений по развитию агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, туризма и мерам поддержки малого и среднего бизнеса. По прибытию в регион в аэропорту города Ушарал Алакольского района главе правительства доложили о функционировании обновленной взлетно-посадочной полосы, которая теперь принимает крупные самолеты, что является важным для развития туризма на фоне роста туристического потока. В настоящее время выполняются рейсы из Астаны, Алматы и Талдыкургана. Акимобласти ЖЭТСУ Бейбет Исабаев сообщил, что в рамках выполнения поручения президента по развитию малой авиации, озвученного на совещании по туризму в июне, разрабатывается проект на строительство дополнительного терминала в аэропорту Ушарал с пропускной способностью до 75 пассажиров в час. Аэропорт города Ушарал располагается в 70 километрах от озера Алаколь. В ближайшее время здесь планируется строительство нового терминала, который сможет обслуживать до 75 пассажиров в час. В настоящее время разрабатывается проектосметная документация. В 2024 году на субсидирование авиарейсов было выделено 653 миллиона тенге, что позволило реализовать около 20 тысяч билетов по цене от 8 до 18 тысяч тенге. Как сказал Бейбет Исабаев, в прошлом году регион посетили 2 миллиона туристов. Открыто 17 новых туристических объектов с привлечением частных инвестиций на сумму 3,5 миллиарда тенге. По итогам полугодия краткосрочный экономический индекс области ЖТСУ составил свыше 110%. Торговля выросла на 23%. Объем строительных работ увеличился более чем на 33,5%. А связь на 7,5%. Основной потенциал региона сосредоточен на агропромышленном комплексе, обрабатывающем промышленности и логистике. Ведется работа по повышению урожайности через восстановление ирригационных сетей и применение новых агротехнологий. Ожидается, что показатели отрасли улучшатся после проведения уборочной кампании. Премьер-министр отметил, что в этом году возросло финансирование АПК региона. В частности, на увеличение субсидии по кредитам малого и среднего бизнеса выделено 23 миллиарда тенге. Министерству сельского хозяйства и Акимату области поручено уделить особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающего сектора. Затем премьер-министр Олжас Бектенов узнал о развитии транспортно-логистической отрасли, которая занимает 7% в структуре экономики региона. На территории Международного транспортно-логистического центра Нуржолы Кастом Сервис глава правительства ознакомился с автоматизированной системой учета транспортных средств с применением технологии кроссдокинг. Работа центра нацелена на наращивание грузооборота через внедрение новых технологий для упрощения и ускорения транзита. Данный объект был возвращен государству в рамках демонополизации экономики. В январе текущего года на территории центра открыт склад временного хранения ДОСТАХ Кастом Сервис, который способствует эффективной и быстрой таможенной обработке грузов на автомобильном пункте пропуска Алла-Коль и увеличению пропускной способности. На сегодняшний день пропускная способность центра составляет 150-200 автотранспортных средств в сутки. Среднесуточный грузооборот склада – 200-250 тонн. Потенциал грузооборота составляет более 1 миллиона тонн товара в год. В среднем принимаем и пропускаем до 150-200 автомобилей в день. Через наш пункт пропуска товар отправляется в Беларусь, страны ЕС. С начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 30%. При этом 80% товаров приходится на Европу. Объемы транзитных грузов увеличились в планах строительства второго пункта. Все виды услуг автоматизированы, благодаря чему процессы ускорены. Олжас Бектенов также посетил многофункциональный грузоперевалочный терминал «Достах» «Транстерминал» в селе Достах, который оснащен железнодорожными путями различной колеи. Глава правительства получил информацию о том, что за первые 7 месяцев 2021 года было погружено более 66 тысяч контейнеров. За аналогичный период текущего года этот показатель возрос до 101 тысяч контейнеров, что составляет рост на 35%. Прогноз на текущий год – 180 тысяч контейнеров. В планах реализация проекта по строительству дополнительной площадки терминала и приобретению специализированной техники на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Это позволит увеличить мощность до 160 тысяч контейнеров в год и создать 50 новых рабочих мест. «Достахтранстерминал» на сегодняшний день – это современное инфраструктурное сооружение, которое было запущено 4 июня 2021 года. Введено в эксплуатацию. 5 июня отсюда был отправлен первый поезд на Московский узел. Площадка наша, если в 2021 году составляла 27 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день – это больше 70 тысяч квадратных метров, что позволяет хранить более 2 тысяч контейнеров в ожидании транзитных документов или таможен Растаможки. Все это было построено путем прямых инвестиций. На сегодняшний день было вложено частных инвестиций 26,2 миллиарда тенге. Мы ежедневно перегружаем больше 8 поездов, это 440 контейнеров 40-хутовых. После увеличения площадки мы планируем, что это увеличится до 15 поездов в сутки. Еще одним объектом, с деятельностью которого ознакомился глава Кабмина, стал таможенный пост Алаколь, включая текущую схему перемещения грузов и процессы модернизации пункта пропуска. В рамках модернизации планируется внедрение технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также улучшение систем связи и обмена данными. В результате пропускная способность поста возрастет с 200-250 грузовиков в сутки до 1 тысячи. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к концу сентября текущего года. Глава правительства поручил контролировать дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и увеличение мощности инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока. Стоит отметить, что за последний год двухсторонний товарооборот между КНР и Казахстаном вырос на 30%. Достигнув 31,5 миллиард долларов. Упрощение таможенных процедур будет способствовать укреплению Казахстана как важного транзитного коридора в регионе. Также отмечено, что эффективные современные цифровые решения, такие как кроссдокинг, должны быть расширены на другие регионы. Елеман Турсынканов, Джасулан Шингенже, Аблай Куттукпай, телерадиокомпания ЖТСУ. Также в рамках рабочей поездки в область ЖТСУ Улжас Бектинов ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода Талукурган-Шарал, реализуемого по поручению президента страны. Посетил глава кабинета министров и градообразующие предприятия Талукургана, в числе которых молочный завод Джилси Суд и ТО Кайнара КБ, единственный в Казахстане завод по производству аккумуляторных батарей. Все подробности визита премьер-министра страны в областной центр в следующем материале. Из 192 населенных пунктов, которые подлежат газификации, в области ЖТСУ на сегодня доступ к голубому топливу имеют 37. И если в стране уровень газификации населения составляет 60%, в нашем регионе пока эта цифра значительно меньше, а именно 47,5%. Однако в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. Премьер-министр страны ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода Талукурган-Ушарал. Его общая протяженность составит практически 302,5 километра. Проектом предусмотрено строительство шести газопроводов-отводов и автоматических газораспределительных станций. Пропускная способность газопровода – 385 миллионов кубометров газа в год. Реализация данного проекта позволит обеспечить природным газом населенные пункты Аксузского, Сарканского и Алакульского районов, где проживает 124 тысячи жителей. В данный момент область Шри-ТСУ употребляет около 150 миллионов кубометров в год. После ввода в эксплуатацию этого газопровода будет 182 миллиона. Главная задача магистрального газопровода – это, во-первых, социальная задача обеспечения населения газом, а также новых индустриальных проектов, инвестпроектов, потому что область развивается. В данный момент уровень газификации в области составляет около 47%. После ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Талукурган-Ушарал уровень газификации достигнет 90%. На самом деле это большое достижение, потому что газ был доведен до области Шри-ТСУ только в 2017 году. Ознакомившись с ходом строительства, премьер-министр подчеркнул, что новый газопровод обеспечит энергетическую безопасность и стабильное газоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий области, что, несомненно, будет способствовать устойчивому развитию региона и повышению качества жизни населения. Как рассказали главе Кабинета министров, завершение строительства и запуск газопровода планируется в конце 2026 года. Одним из крупнейших заказчиков газопровода должен стать Аксусский сахарный завод. В рамках визита в город Талукурган премьер-министру страны также рассказали о развитии сахарной отрасли и других направлений сферы сельского хозяйства. Край-ЖИТСУ является аграрным регионом и специализируется на производстве сахарной свеклы, кукурузы и сои. К 2026 году планируется увеличить посевы сладкого корнеплода и довести их до 15 тысяч гектаров. Устойчивая тенденция роста также отмечается в других отраслях сельского хозяйства, к примеру, в животноводстве. С начала текущего года численность поголовья скота увеличилась более чем на 26%. В регионе ведется расширение трех молочно-товарных ферм на 1140 голов, создание одной молочно-товарной фермы на 1200 голов и запланирован вот еще одной от кормочной площадки на 200 голов. Премьер-министр страны поручил обеспечить реализацию программы «Крупные проекты» и «Ауэлла Монаты» и открытие новых предприятий по производству животноводческой продукции и ее переработке, подчеркнув необходимость увеличения объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности страны. В этом вопросе положительным примером является деятельность предприятия «Джиэлси Суд», которое посетил глава Кабмина. Молочный завод – одно из ключевых предприятий региона, занимающихся переработкой сельхозпродукции. На сегодня производственная мощность предприятия достигает 25 тысяч тонн в год. По итогам полугодия произведено продукции практически на 5,5 миллиардов тенге. На данный момент на нашем заводе работают 248 человек. Производим более 60 видов молочной продукции. В день принимаем 80-90 тонн молока. Продукция реализуется в Житсу и Алматинской областях. Действуют 20 фирменных магазинов в Талдыкургане, Текелей, Хараблаке, Уштубе. Помимо этого, продукция поставляется в торговые точки региона. Сырьё получаем с трёх ферм области Житсу. Поставки стабильные и качественные, что является приоритетом. В ходе рабочей поездки Олжас Бектенов также посетил крупнейшее промышленное предприятие региона ТО «Кайнар ЭКБ», где производят автомобильные аккумуляторы. Завод обеспечивает свыше 33,5% промышленного производства города Талдыкурган и тем самым играет важную роль в его экономике. Сегодня на предприятии трудится более 1 тысячи человек. Производственная мощность завода свыше 3,5 миллионов аккумуляторов в год. Главе Кабинета министров доложили о реализации на предприятии проекта экологически безопасной утилизации старых аккумуляторов и внедрении технологий переработки батарей с заботой об окружающей среде. Наши предприятия являются одним из крупнейших не только на территории Казахстана, но и по всему СНГ. Сегодня продукция нашего предприятия известна далеко за пределами Казахстана. В основном экспорт составляет у нас Россия, страны ближнего зарубежья, Средняя Азия. На предприятии работают свыше 1200 человек. В настоящее время происходит большая работа по обновлению наших сборочных линий, по обновлению корпуса переплавки, строятся новые у нас проекты. В целом в регионе действует 554 промышленных предприятия, что позволяет обеспечить постоянной работой свыше 29 тысяч человек. С момента образования в области ЖТСО введено в эксплуатацию 43 отраслевых объекта. В этом году планируется запуск еще 16 проектов. Улжас Бегтинов отметил важность поддержки отечественных товаропроизводителей для экономики региона и страны, подчеркнув, что сами компании, в свою очередь, должны планомерно демонстрировать улучшение качества продукции и совершенствование технологических процессов. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телерадиокомпания ЖТСО. В честь Дня пограничника в минувшие выходные на пограничном участке Шиндала в Алакольском районе состоялось торжественное открытие новой блочномодульной казармы. Проект реализован при поддержке главы региона ЖТСО. Открытие нового объекта позволит значительно улучшить условия службы пограничников. В современной казарме обеспечены комфортные места для длительного размещения личного состава военнослужащих, круглосуточно стоящих на защите государственной границы. Пограничный отдел Шиндалы был сформирован в 1967 году и охраняет границу Казахстана с Китайской Народной Республикой протяженностью в почти 18 километров. За время существования погранзаставы солдаты и офицеры армии продемонстрировали исключительное мужество и преданность своему долгу перед Родиной. Их самоотверженная служба с неизменными ночными и дневными дежурствами обеспечивает безопасность нашей страны. В знак глубокого уважения к их труду и в целях улучшения условий службы Акимом области было принято решение о строительстве плочно-модульных казарм и жилого дома для семей офицеров и военнослужащих. На эти цели из областного бюджета было выделено 284 миллиона тенге. Поговорили срочники, солдаты служат здесь. Они говорят, такие условия, теперь мы готовы остаться на контрактную службу, дальше продолжить службу, потому что здесь все условия созданы. Поэтому хочется выразить слова благодарности Акимату области в лице Акимовой области Бебе Туксупаевичу за то, что когда-то недавно он принял такое решение, где теперь уже вот оно решение реализовано и созданы условия для наших погранических, которые несут службу по защите и охране государственной границы нашей Родины. В казарме созданы комфортные условия для проживания, имеются спальные места для 40 человек и просторная столовая. Кроме того, есть и медицинский пункт, оснащенный всем необходимым для лечения и оказания первой помощи. Для организации досуга и повышения уровня знаний есть информационно-воспитательная комната. В ней жители казармы смогут слушать новости и играть в интеллектуальные игры. В рамках открытия новой казармы ветераны пограничной службы ознакомились с военной техникой и осмотрели возведенные здания, построенные для семи офицеров, отметив, что защитники Отечества достойны самых лучших условий проживания. Волонтерство против коррупции. В области ЖИТСУ продолжается реализация социального проекта, направленного на повышение правовой грамотности среди жителей населенных пунктов. На этот раз рабочая группа посетила Каратальский район. В ходе встречи волонтеры выслушали и проконсультировали граждан по самым актуальным проблемам. Подробнее в материале нашего корреспондента. Жители Каратальского района проявили высокую активность, приняв участие во встрече с рабочей группой. Вопросы населения касались широкого круга сфер, включая земельное законодательство, исполнительное производство, жилищные проблемы, а также финансовые льготы и субсидии, предоставляемые государством. Одной из участниц стала Назикуль Токтор Али, жительница села Тостубе, которая занимается животноводством уже 10 лет. Фермер поделилась тем, что ей не удается получить грант от государства на развитие своего дела. Мой муж и я находимся в трудной ситуации, так как оба являемся безработными. Я многодетная мать и подала документы на получение безвозвратного гранта, который, как я считаю, мог бы значительно улучшить наше положение. Мы планируем его использовать для развития бизнеса, связанного с содержанием лошадей, производством кумыса, саумала. Все необходимые документы мы собрали. Однако, несмотря на это, мы получили отказ в предоставлении гранта. Я надеюсь, что в ближайшее время нам объяснят причины данного решения и предоставят разъяснение, что позволит устранить возможные недочеты и повторно подать заявку для получения финансовой поддержки. В мероприятии, посвященном повышению правовой грамотности, приняли участие сотрудники антикоррупционной службы, независимые юристы, а также представители местных исполнительных и правоохранительных органов. Специалисты ответили на запросы граждан, предоставив подробную информацию и разъяснив все интересующие их вопросы. Наша основная цель заключается не в выполнении задач исполнительных органов или в контроле их работы, а в выявлении и совместном анализе новых причин административных барьеров. Это подразумевает, что среди участников нашей группы есть как юристы, так и предприниматели, которые представляют свои экспертные разъяснения и предложения. Мы стремимся определить существующие преграды и предложить эффективные решения. В случаях, когда вопросы требовали более глубокого изучения или дополнительного расследования, они были взяты на рассмотрение и будут находиться на контроле до принятия окончательного решения. Такой подход гарантирует, что все проблемы будут устранены в соответствии с действующим законодательством. Я как представитель программы антикор-волонтерства всегда рад таким мероприятиям, поскольку данные мероприятия позволяют повышать правовую грамотность населения, тем самым обеспечивая стабильную общественно-политическую ситуацию в регионе. Стоит отметить, что рабочая группа по борьбе с коррупцией области ЖТСУ ранее провела встречи с жителями Коксуйского и Искельдинского районов. В ходе таких собраний юридическую помощь получили более 600 граждан. Все поднятые вопросы были рассмотрены и взяты на контроль государственными служащими. В Козлаординской области нашли и уничтожили крупную наркоплантацию. В Карагандинской области сильный пожар уничтожил несколько домов, а в Этрау сотрудница детсада ударила ребенка. Подробнее о республиканских новостях далее в материале. Во время операции Карасура полицейские обнаружили в степях Сардариинского района большое количество наркотических растений. Всего правоохранители нашли 1237 кустов конопли общим весом 503 килограмма. На месте задержали двоих 22-летних парней, у которых с собой были шланг, водяной насос с мотором, удобрения в мешке и незарегистрированное двухствольное оружие 16-го калибра с патронами. Состоявшийся суд признал их виновными и приговорил к четырем годам заключения. Сильный пожар в Карагандинской области уничтожил несколько домов. Ночью в поселке Молодежное Сакаровского района произошло загорание одноэтажного, двухквартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близ расположенное однотипное здание, говорится в сообщении. Поясняется, что пожарные полностью ликвидировали огонь на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, добавили в ведомстве. Скандал разразился в детском саду Ватрау. Одна из родительниц пожаловалась, что сотрудница сада избила ее ребенка. Ушибы на теле девочки, по словам матери, были обнаружены на третий день после того, как малышку отдали в детское учреждение. В саду заявили, что ребенок упал во время игры. Однако, посмотрев записи с камер наблюдения, мать девочки увидела, как ее ребенка ударила одна из сотрудниц. Да так, что девочка ударилась головой от твердой борти кровати. Видео появилось в соцсети. Под публикацией родительница сообщает, что после инцидента ребенок плачет день и ночь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование. Сообщили в областном департаменте полиции. Хондозор Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. Кот с четырьмя ушами стал звездой интернета. Колесо обозрения с людьми в кабинках загорелось в Германии. В Камчатском крае России началось извержение вулкана Шевелуч. Подробнее о зарубежных новостях расскажет наш корреспондент. Когда в американский приют принесли несколько котят, команда была удивлена, обнаружив, что один из них обладает сразу четырьмя ушами. Сотрудники называли этого очаровательного котика аудио и поделились его фотографиями на своей странице в социальных сетях. Хотя питомцы еще будут осматривать ветеринары, в приюте уверены, что никакого вреда от дополнительных ушей нет. Ведь главное внутреннее ухо в порядке. В Германии на фестивале Хайфилд загорелось колесо обозрения с людьми в кабинках. Вечером примерно в 9 часов одна из них воспламенилась, а огонь быстро распространился на соседнюю. Колесо продолжало вращаться, когда внутри находились люди. «Мы почувствовали запах жженого пластика, но подумали, что он доносится из ближайшего кемпинга», рассказала посетительница фестиваля. Представитель полиции сообщил, что в результате пожара четыре человека получили серьезные ожоги. Еще один пострадал от падения. Кроме того, 18 человек надышались угарным газом. Среди пострадавших есть спасатели и полицейские. В Тихом океане у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр находится в сотне километров от столицы Камчатского края и крупной военной морской базы. Как сообщают местные СМИ, после основного толчка последовала серия авторшоков. Незадолго до землетрясения началось изражение вулканов на Курильских островах. Более 20 домов получили повреждения в результате землетрясения. Людям пришлось покидать свои дома. В МЧС России заявили, что угроз цунами нет. Однако на фоне землетрясения пробудился камчатский вулкан Шевелуч. Из-за выброса пепла был объявлен Красный код авиационной опасности. Вылет многих местных рейсов был изменен. Сообщений о пострадавших не поступало. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ и будьте в курсе событий. До свидания.